Всем привет! Рад вас всех видеть и приветствовать на своем канале, друзей и не только друзей. Хотел поговорить с вами про так званые российские нарктивы, которые очень хорошо видно в комментариях. Читаешь комментарии, то можно хорошо просмотреть, как российские граждане и вообще российские боты пытаются натолкнуть на мысль. Вот, например, сейчас очень хорошо распространяется о нелегитимности Зеленского. Ну, там должны быть выборы и туда-сюда, и он уже якобы нелегитимный президент. Все это чушь собачья. Во-первых, есть международное признание. То есть, ежели бы наше международное сообщество сказало, что все, да, делайте выборы, как бы в стране война не война, но нужно выбирать президента. То есть, я считаю, что все, кто говорит, что сейчас президент нелегитимный, они либо осознанно, либо неосознанно подыгрывают нашему врагу. Дальше очень часто в комментариях случится о том, что за кого мне воевать. За этих депутатов, за этих непонятных товарищей. Я за них не буду ни воевать, ничего. Я лично тоже за них не воюю и не хочу за них воевать. Но проблема вся в том, что ежели мы не будем воевать и не будем сопротивляться российской агрессии, то русские войска придут сюда, поставят свое марионеточное правительство. И поверьте мне, будет не очень большое количество времени, когда мы уже будем в составе оккупационной армии воевать против Европы и против НАТО. Сейчас Россия очень сильно наполняет военно-промышленный комплекс, работает там на 200%. 24 часа в сутки они делают снаряды, танки, артиллерию, самолеты. У них такое количество оружия, они действительно собираются воевать не только с Украиной, а и со всем миром. Потому нам нужно, если мы остановить их и защитить свою семью в первую очередь, своих детей, своих родителей, если мы этого делать не будем, то придется тогда придут ребята с оружием, постучаться в дверь и иди, призовут тебя в армию. Там уже будут заградотряды, ты уже тогда не сможешь уйти в СЗЧ и будешь воевать против войск НАТО. Мне бы этого не хотелось. Я бы не хотел, чтобы вагнеровцы, зэки пришли в мою Полтаву и уничтожали мою семью, моих родственников, знакомых. Я не понимаю, почему сейчас вот ухылянд считается тоже, давайте про ухылянтов немного еще, ухылянд считается как что-то такое гордое или еще что-то. Но я не понимаю, почему людей нужно заставлять защищать свою родину. Ну вот серьезно. Типа вот еще два года назад всем было понятно, что нужно родину защищать. А вот сейчас, ну типа что изменилось? А изменилось то, что Россия начала вести очень хорошо информационную политику. Информационная война за умы и сердца людей. И мы ее, к сожалению, проиграем. Почему, в принципе, я и начал вести ТикТок и рассказывать людям, доносить правду через свой ТикТок. И спасибо всем, кто на меня подписывается, комментирует, делает репосты, сохраняет. Ребята, давайте вместе будем распространять правду. Потому что враг, он как на поле боя, так и борется за наши умы и сердца. Флава Украине.